Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Программа «День города». Смотрите в выпуске. Культурный код. Философы и богословы федерального уровня обсуждали опасности подмены русской культуры. Все о подрыве. Новое в деле о взрыве на железнодорожных путях под Рязанью в нашем сюжете. В московском аэропорту Внуково задержан мужчина, который, по мнению следствия, устроил теракт на железнодорожных путях в Рязани. В отношении него возбуждено сразу два уголовных дела. Мы собрали всю информацию, известную на этот час. Нарядил велосипед и рюкзак и поехал в сторону совершения теракта. Вот так аккуратно, будто бы подбирая каждое слово, мужчина рассказывает о том, как устроил теракт на железнодорожной ветке. Напомним, произошло это 11 ноября в 8 часу утра на перегоне Рыбная Блокпост. Из-за срабатывания самодельного взрывного устройства 19 вагонов грузового поезда сошлись с рельсов. После того, как я установил два СВУ и видеокамеру, я начал отдаляться от места установки. Я услышал звук состава. Когда поезд оказался в поле зрения камеры, я осуществил подрыв. По данным телеграм-каналов, задержанный 35-летний рязанец Руслан Сидики до недавнего времени работал сантехником-электриком в одном из торговых центров. У мужчины два гражданства. Одно российское, другое итальянское. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань. При проведении обысков у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях. Подробнее об этих самых преступлениях. По данным ФСБ, 20 июля по заданию украинского куратора мужчина изготовил взрывные устройства, которыми снарядил 4 квадрокоптера и с их использованием атаковал военный аэродром Дегелева. Напомним, тогда на месте удара обнаружили воронку глубиной в полтора метра диаметром около 10. Эксперты еще говорили, что такие воронки оставляют взрывающиеся дроны, начиненные взрывчаткой в кустарных условиях. Теперь же понятно, кто конкретно это исполнил. В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и незаконное приобретение взрывных устройств. По совокупности ему грозит до 32 лет колонии. В Доме общественных организаций состоялся круглый стол по теме «Культурный код современной России. Преемственность традиции или торжество симулякров». Эксперты в области богословия и сектоведения выступили с докладами и обсудили истории подмены русской культуры и современное российское неоязычество. Доктор философии Александр Дворкин начал с наиболее распространенных фейков современного неоязычества. Представители этой веры с их точки зрения возрождают утраченные ритуалы своих далеких предков. О прошлом и настоящем неоязычники по сути создают мифы, которые далеки от исторической действительности. Главный фейковый аргумент подобных сект, по словам Александра Дворкина, в том, что язычество, дескать, бытовало на Руси еще до появления православия. «Были прозрозненные племена – поляне, древляне, вятиче, кривиче, чуть, меря и прочие племена, которые друг с другом враждовали, которые верили в самых разных богов и которые постоянно выясняли отношения друг к другу. Поэтому, соответственно, коль скоро нам говорят о традиционности язычества для русского народа, тогда нужно спросить, которое язычество самое традиционное – язычество полян или язычество древлян». По словам доктора философии, главная задача всех неоязыческих сект разделить народ изнутри. Неважно, в какой стране, в России единственная традиционная религия – православие с ее ценностями и обычаями. «Русский народ зародился в купеле князя Владимира. То есть, понятно, что это было, то есть, это вот собственно рождение русского народа. Понятно, что это не одномоментный процесс, это не одномоментное событие, это процесс, который занял века, который постепенно, но вот из этого, постепенно, благодаря православию, все эти раздрозненные племена, они сливались в единую такую вот этнокультурную общность, которая стала русским народом». Протоири Александр Новопашин сравнил неоязычество с нацизмом. Даниил Кропчунов рассказал об историях подмены русской культуры. Ири Александр Кузьмин изложил свою глобальную теорию о том, что неоязычество в современных реалиях угрожает национальной безопасности. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Партнер программы – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» возле торгового центра «Круиз» до субботы включительно. В Рязани прошел научно-практический семинар для специалистов нефтегазовой отрасли, импортозамещения, решения и возможности КИП АЭС УТП, организованные компанией «Резур». На семинар приехали представители более 30 ведущих производственных предприятий и отраслевых компаний России и ближнего зарубежья. Среди них иркутская нефтяная компания «Татнефть», «Азот», «Уралхим», «Куйбышев Азот» и другие. После экскурсии на производство компании «Резур» специалисты обсудили вопросы импортозамещения в нефтегазовой отрасли. В принципе, они постоянно в работе, продукция востребованная. По четыре трубки бывают в одном пуске. Вращаем ее в «Резурпак» на своем оборудовании. И уже следующий этап – это нанесение маркировки конечной. Экскурсия в святая святых компании «Резур» производственные ангары равнодушным не оставила никого. Технических специалистов из 30 ведущих отраслевых компаний России интересовал практически каждый нюанс. Стратегия импортозамещения российской нефтегазовой отрасли подразумевает разработку и внедрение новых технологий и оборудования, которые категорично снижают зависимость от зарубежных производителей. Это в том числе и собственные изыскания по добыче и переработке нефти и газа. Ну, вы знаете, я скажу, очень впечатлило. Это огромная территория, на которой расположено порядка 12 производственных корпусов. Все очень современно, очень грамотно все продумано, очень четко организовано. Корпуса чистые, в каждом есть свое направление производства. И, вы знаете, вот помимо восхищения, вот это вот внушает такое доверие, потому что именно находясь вот на таком уровне производства, ты понимаешь, что оттуда выходят приборы достаточно высокого уровня и хочется их закладывать в какие-то свои комплексные поставки, в свои проекты. Вы знаете, восторг. Испытываю гордость за то, что российское производство, российская компания достигла такого уровня, очень высокого уровня оснащения производства современным оборудованием. Производственный цикл полностью освоен. Большие объемы выпускает компания. Четыре года назад компания «Резур» локализовала производство предизолированных импульсных трубок и пучков трубок «Резурпак». И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что НПО «Резур» – единственное в стране предприятие полного цикла, разрабатывающее, производящее и поставляющее предизолированные импульсные линии. Благодаря производственным ресурсам в компании «Резур» ведут полный цикл расчетов, проектирования и разработки технических решений для предотвращения проблем замерзания, выпадения конденсата, изменения вязкости средств в технологических трубках малого диаметра в условиях отрицательного воздействия низких температур. Компания развивается, развивается стремительно, и это очень приятно. И большое спасибо, конечно, за то, что собрали вот здесь вот данный семинар, в котором люди имеют возможность пообщаться лично, не по телефонам, гаджетам, а вот лично пожать друг другу рук, посмотреть друг другу в глаза. Сегодня компания «Резур» входит в число системообразующих предприятий Рязанской области. В этом году предизолированными импульсными трубками «Резур Пака», также термошкафами «Резур Бокс», термочехлами, греющим кабелем «Резур СГЛ» оснащаются производственные линии «Арктик СПГ-2». Это крупномасштабный проект по производству сжиженного природного газа, который реализуется на полуострове Гдан в рамках все той же стратегии импортозамещения. И, как отметили на семинаре, для полного перехода на отечественные технологии нужны, во-первых, время, во-вторых, значительные инвестиции и, в-третьих, высокая консолидация промышленников, чтобы производители контрольно-измерительных приборов и разработчики отечественных систем управления для нефтегазовых объектов работали в унисон. В течение ближайшей недели ожидается морозная погода, которую обусловит мощный антициклон. С понедельника погода спокойная, степенная. Ни сильного ветра, ни снегопадов. В ближайшие дни, возможно, будет видно солнце, звезды, а за окном установятся морозы. Снегопадов не ожидается до конца недели. Погода будет приятной и по-настоящему зимней. По словам некоторых специалистов, морозным будет весь месяц. В первой декаде месяца минимальная температура может понизиться до минус 20-25 градусов по ночам. Кстати, 20 градусов мороза ожидается уже на этой неделе. Днем преобладает минус 5-10, что тоже ниже нормы. По данным гидрометцентра, в понедельник, 4 декабря, ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Порывы северо-западного и западного ветров достигнут 6-11 метров в секунду. Днем температура воздуха дойдет до отметки минус 6-8 градусов, а ночью минус 13-15. Во вторник, 5 декабря, прогнозируется облачная погода с гололедицей и небольшим снегом. Воздух днем достигнет отметки минус 8-10, ночью до минус 17 градусов. Напомню, утром 3 декабря город накрыло мощным снегопадом. Сразу после его начала сильно ухудшилась видимость на дорогах, да и сама поверхность дорог требовала особого мастерства от водителей. А сегодня, 4 декабря, отмечают праздник введения. Он установился еще на заре христианства. Русский народ сократил полное название церковного праздника до первого слова, ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала настоящей зимы. Введение пришло, зиму привело, говорили люди. Верили, что в этот день по улицам проезжает сама зима в белоснежной шубе на тройке лошадей. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком. Это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Сильная зима готовь за крома, говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись. По введению судили и о предстоящей погоде, особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными. В период наступивших холодов, когда простуды и вирусы атакуют ослабленный организм, а заболеть в преддверии праздников никак нельзя, совет можно дать такой. Одевайтесь теплее, следите за режимом дня и отдыхайте, а также запасайтесь витаминами. И лучше всего из натуральных источников. Не секрет, что масса питательных веществ, так необходимых организму человека, в обилии содержит морская рыба. Свежую и вкусную продукцию рязанцы привыкли покупать на выставке продажа икра и рыба Камчатская. До субботы включительно у торгового центра Круиз можете успеть приобрести. Тех, кто стал ярым фанатом рыбных деликатесов у торгового центра Круиза, каждым разом все больше. Это неудивительно, знают, куда идут. Известие о прибытии в Рязань в выставке продажи икра и рыбы Камчатская горожане уже ждут с нетерпением. Я за икрой, я за рыбкой. А почему именно здесь решили купить икру? Ну, потому что она привозная, нормальная. Ну, честно? Ну, я считаю, что да. Мне чавыча вот нравится, я ее беру часто. Мне по вкусу она нравится. Любую очень нравится. Именно здесь нравится? Да, здесь, потому что здесь свежая. Белорыбеца, омуль, чавыча, нерка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Я бы не первый раз здесь беру. И в том году. Ну, отличается вкуснее. Мне нравится белорыбеца. И цена нормальная. А я всегда сюда хожу, как они приезжают. Я вот беру белорыбецу. Мне нравится очень. Ну, вообще морская рыба полезная. Там омеги-3 сколько. Мне очень нравится, очень вкусная. Здесь рыба очень. Я всем советую. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать. Оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи «Икра и рыба» Камчатской расположилась у торгового центра «Круиз». Она проработает до 9 декабря включительно. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Это свершилось. Камчатские делегатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наши качества. С 4 по 9 декабря у входа в ТЦ «Круиз». Субтитры создавал DimaTorzok